Самым главным и обсуждаемым культурным событием стал зональный тур 8-го корпоративного фестиваля «Факел» в Екатеринбурге. За три конкурсных дня 833 участника из 20 дочерних компаний группы «Газпром» в Северной зоне представили 149 разножанровых конкурсных номеров. В результате путевки в финал получили 64 сольных артиста и коллектива, в их числе и надымчане. Все подробности в специальном репортаже программы. Контрастный, яркий, необычный корпоративный фестиваль самодеятельных коллективов «Факел» объединил творческих людей разных поколений из городов Северной зоны в гостеприимной столице Урала Екатеринбурге. И за два года, я думаю, что мы друг по другу успеваем соскучиться, а так как мы все дружим, сами понимаете, когда друзья друг друга долго не видели, на сердце радость. Зажгли заветный «Факел» в киноконцертном театре «Космос», который уже прочно закрепил за собой звание Центральной театрально-концертной площадки Екатеринбурга. И сегодня уже трудно назвать артиста, который бы не выступал на этой сцене. Подготовка к конкурсным выступлениям шла круглосуточно. В номерах гостиниц, автобусах, космических коридорах и на сцене. Всем нужна путевка в финал самого престижного творческого конкурса «Газпрома». Первый конкурсный день для творческой сборной из Надыма стал необыкновенно насыщенным. На суд именитого жюри, в состав которого вошли известные артисты, музыканты, преподаватели ведущих вузов страны, заслуженные деятели культуры и искусств России, надымчане представили пять творческих номеров в младшей и средней возрастной категориях. Особый национальный фольклор и вокальные выступления никого в зрительном зале не оставляли равнодушными. Когда ты поешь, нельзя волноваться, потому что может что-то не получиться, или ты забудешь слова. Однако свое волнение умело скрывали все, в том числе и танцоры хореографического ансамбля «Метелица». Это неоднократный участник и победитель корпоративного фестиваля «Факел». Коллектив приехал с номером пастухи и буренки и совершенно обновленным составом. Все коллективы, которые приезжают сюда и которые еще на отборочных этапах, все хотят доехать до финала и победить именно в финале, так как там коллектив со всех сторон. Конечно же, наши идут к победе, и только к победе. О конкурсном триумфе мечтают все конкурсанты. И во второй день отборочного тура за него сражались артисты средней возрастной категории. Акробатические номера сменялись на стендапы комиков, академический вокал, на джазовую импровизацию, эстрада на фольклор. Нужно от своей песни получать драйв, кайфовать на сцене. И тогда все волнение уходит. И самое главное, чтобы прям горели глаза, и было все хорошо. Зажгли по-взрослому и в заключительный конкурсный день. Надым в двух номинациях представляли Карина Багауддинова и студия вокального мастерства Дома культуры Прометей. В студии занимаются самостоятельные солисты, и вместе они собрались впервые, так же, как и впервые, разложили на ансамблевое звучание и исполнили акапелло с добавлением элементов битбокса, песню из репертуара Земфиры «Мы разбиваемся». Мы разбиваемся по делам, Земля разбивается пополам. А вот Карина Багауддинова, воспитанница образцового хореографического коллектива «Каприз», свой номер обкатывала в течение года на разных конкурсных сценах региона, а этой весной уже получила за него первую премию на международном конкурсе «Уральские самоцветы», который также прошел в Екатеринбурге. Ну, так как я по национальности вообще татарочка, Татьяна Николаевна предложила сделать сольный номер этой национальности. Я пошла вызывать бабушке, потому что у меня бабушка татарка, и она рассказывала какие-то, можно так сказать, коренные движения, особенности этого народа. И я подходила к Татьяне Николаевне, все это рассказывала, и мы ее совместно ставили. Помимо творческого конкурса, программа отборочного тура фестиваля очень насыщенная. Все желающие повысить свое мастерство каждый день отправлялись на мастер-классы со звездами, именитыми членами жюри фестиваля «Факел», полтора часа занятий о современных тенденциях в жанре, искусстве постановки номера, логике его композиции и техническом уровне подачи. А тем, кто в Уральской столице оказался впервые, организаторы предоставили возможность не только узнать ее поближе, но и составить по городу свой собственный маршрут. Когда к тебе едут в гости и знаешь, что там хорошо, это называется профессионализм. За три дня фестиваля жюри отсмотрела и оценила 149 конкурсных номеров в номинациях «Вокал», «Хореография», «Вокальный инструментальный» и «Инструментальный ансамбли», «Фольклор», «Эстрадно-цирковой» и «Оригинальный жанры». Творческая команда «Газпром-добыча надым» привезла на отборочный тур 9 разножанровых номеров с сольным и ансамблемом исполнения артистов домов культуры «Прометей» и «Юбилейный» и получила высокую оценку творчества. 8 дипломов, лауреаты третьей степени. «Факел» всегда воспринимается как праздник, и мы сюда едем, это праздник творчества. Но мы понимаем, что за этим праздником стоит большая-большая работа. И те, кто сюда попал, это уже действительно победители. Потому что «Факел» – это есть «Факел», это высочайший уровень корпоративный фестиваль, но по сути это фестиваль большого масштаба от нашей страны. В финале корпоративного фестиваля «Факел», который пройдет будущей весной в Сочи, свое мастерство покажут образцовый вокальный коллектив «Радужка» и художница Дарья Токарева. Оксана Захарова, Дмитрий Эрнст. Специальные для программы подробности из Екатеринбурга.